Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые активисты, пожалуйста, натягивайтесь ближе и прошу вас. Начинаем пресс-конференцию. Антон Бухарский, очень известный шоу, очень, 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 очень известный, любимый, патриотичный, средний министр культуры. Начнем, давайте. Эти тезисы, ваша реплика, потом уже вопросы, которые будут. Спасибо. Доброго дня. Дверь, пожалуйста, закрывайте, мобильные телефоны, выключайте. Айн Мухарский, Антон Мухарский. Сьогодні у нас перший великий концерт в місті Харкове. Хоча можу похвалиться тем, что второй концерт в истории нашего коллектива, который был сам в Харкове, нас запросили сразу после того, как проект Орес-Лютий начал свое жизнь в культурологическом, мистическом и информационном просторе. Это произошло на весне 2012 года. И для меня, в частности, Харков всегда был одним полюсом тяжеления для людей культуры, потому что Харков – это первая архитектура этого города. Я никогда не могу отрываться от векна, когда я еду к Харкову, потому что люди, люди и все настолько вспоминены, скажем так, певными ракурсами, какой-то эстетикой, самым украинской эстетикой. Поэтому я очень люблю приезжать в это город и очень благодарю за то, что нас сегодня пригласили. Что будет интересного и что будет нового в нашей встрече и в нашем сегодняшнем концерте? Мы выпустили подвольный альбом на начале года, который называется «Суворая лайнерная украинская», где собираются все достижения нашего мистического творческого коллектива за эти четыре года изгнувания. Мы также презентуем книжку, которая, кстати, вышла в Харкове, в агентстве фолиума Александра Красовицкого, которая называется, безусловно, радикально, «Разрив» или «Как я стал национал фашистом». Ну и, вероятно, эта книжка есть автобиографичной и написана мною в поспевавторстве с такой человеком, которая называется Орес Лютий. У нас часто путают, поэтому я очень благодарен, что написано «Антон Мухарский». Вообще, на самом деле, Антон Мухарский, как любит сказать Орес Лютий, это русифицированный как-то Павлюк, который родился в Киеве 40 лет назад. Мне живут, в частности, три ипостаси, когда там спрашивают, что мы сейчас разговариваем с Антоном Мухарским, Антоном Мухарским или Оресом Лютий. Не подумайте, что это расстроение личности, какие-то психические расходы. Просто я действительно профессиональный актор, я работал 14 лет в театре Леси Украинки, он сыграл много главных ролей. Поэтому некоторые ролевые игры внутренние для меня характерны. Так вот, Антон Мухарский, это человек, который родился в Киеве, первый услышал украинскую мову где-то в 13 лет. Абсолютно киевская родина, русская мова. Вот, в 13 лет впервые я уехал в село, потому что у меня жодного родича в селе не было. Я такий, мистянин, скажем так. И я понимал, что есть две Украины. Одна – митая, а другая – сельская Украина. Но Антон Мухарский родился в начале 1990-х, когда Антон Мухарский вернулся из армии. И именно он попал в мир такой хвиле украинского отроджения, которая началась с 1989-го года. Я считаю, что главным маркером родления новой украинской идентичности стал фестиваль «Червона рута». Там, где мы рассказали, что у нас есть брати Гадюкини, что у нас есть сестричка Вика, что у нас есть ухлитка Могниц, что у нас есть много руководителей, которые, наконец, призвели до того, что в гуртожитках начала звучать украинская музыка. Не попса, скажем так, не дозволена режимом, агитаторами музыка, но настоящая жива, аутентичная украинская музыка. А потом в Киев заехали такие угруппирования у Бабу, Андрухович, Издрик, Дебурак. И началась такая очень интересная жизнь на начале 1990-х, связанная с голодованием, студентская революция на граните и так далее. И я вот так вот с людьми міськой, с людьми, скажем так, абсолютно, что выросло в радянских каких-то усталиных нормах, и понимал, что поруч с такой, знаете, страшной украинской, шароварной и традиционной культурой, есть культура неформальная, которая позволяет идентифицировать себя как не совок. То есть, я не украинен, потому что я не совок. Понимаете, то, что происходит сейчас, это как раз дистанционирование от радянской, скажем так, ментально-идеологической парадигмы. И вот тогда народился Андрін Мухарский, то есть, Андрін Мухарский, это украинозованный Антон Мухарский. Оскільки в Харкове, до речи, украинизация не была, я имею в виду, первая украинизация 20-х роков, не была такого сталого расширения, что все расстреляно, відроджение 80% поетов и письменников жили в Харкове. Поэтому эти домики, которые описаны у Гвилюго, у Йогансена, они все, как вы знаете, приняты этими энергиями украинства. Причем не шарувального, а европейского украинства. И вот эта вот эстетика, которая, в принципе, отмоливалась, оттиралась, она очень близка к эстетике украинского модерна. В Харкове народживался украинский модерн, модерновая проза, модерновая поэзия. Зауважьте, что гурты, которые держат, скажем так, оборону, как «Танок на Майдане Конго», я уже не говорю про Жаданага, поэзию и прозу и так далее, они здесь держат оборону. Мой любимый поэт Артем Полежаковец, Харкова, человек, который пишет любые такие революционные песни. И вот, значит, так жили мы разом с Антоном Мухарським, на тих «Мухарський разом», а потом в 2011 году народился Орест Людейв. Он народился от того, что я особисто понимал, что против Украины, яку не знаю, а самая, знаете, так, не тут так все, «Украина», это что-то, «габачок», «шарабари», якийсь там радикальний экстремист, ну, таке, что-то, таке, что-то, поверховое абсолютно, таке, пандеревки там все. Идея правильная война, почему на всех фронтах. Война эта велася долгие 20-х годов в информационном и культурологическом просторе, в котором я жив и существовал. Ця война велася и в геополитическом, и уже потом в экономическом контексте. И все, что мы имеем сейчас, последние полтора года, это просто, как говорят, активная фаза этой хвороби, которая появилась какими-то язвочками, какими-то пухарьцами, была за ума тяло на диле нашей страны. И вот в 2011 году, когда я понял, после одного из корпоративов, как правильно было от начала, я в свой час ушел от дедакторской профессии и начал заниматься организацией свят, проведением и так далее, потому что это приносило, как говорят, не злые статки. Но человек не может быть зациклено, ну, кто-то может, кто-то не может, но мне это всегда болело, потому что я, действительно, заработал непоганые деньги. У меня была большая агенция из организации фестивалей, концертных программ, у меня были большие телевизионные проекты, где я был не только ведущим, но и продюсером и так далее, и тому подобное. Но весь этот внутренний конфликт, который влезет в то, что ты не мистерство, а литературу, поэзию, заниматься музыкой и перетворился на обслуговывающий персонал, чему я позволю, как ушел подано, это постоянно как-то нулюло. И вот в тремне 2011 года, значит, на одном из корпоративов в городе Одесса, этот випадок описан здесь, в этой книге, я бы еще вернулся, если можно, немного позже, произошла эта история, когда, действительно, я бы понимал, что, ну, это было так, тот, кто помнит Олійника, такой я Олійник, был спикером партии регионов и так далее, и так далее, такой оградный, такий шатный человек, он требует отдать належность, он всегда говорил в Украинском. Даже на разных партийных конференциях там и так далее, он отсюда, даже в близком товаристве, он всегда говорил в Украинском языке. Вот был великий ювилей одного из Бонс партии регионов в Одессе, вот, и встав Олійник, и выголосил свою промову украинского языка. Я тоже ему сейчас ответил в Украинском языке, мы так, как-то говорят, завязались в какую-то разговору, поговорили, потеревеняли, где-то, 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 все нормально. Вот, и как только я, значит, ушел за полицию, до меня подскочил у нас родичок ювиляра, и так, чтобы вы никогда слышите, не смели разговаривать здесь на этом языке, ну, не за это деньги платят. Ну, это была так, ну, особисто такая образа на особистом уровне. Тоді я, кстати, так зашарився, а мне так, якось стало так ось, ніякого, ну, звичайно, зараз так легко сказати, что сказал бы и ответил бы, там, что-то, 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 что-то. А тоді было страшно, потому что, здавалось, что они пришли на руки, да, как Путину. Они пришли на 20-25 лет. И все понимали, что даже 2015-ти рік на який закладался, что, возможно, будет какой-то социальный вибух, там, что-то, какая-то, какая-то, в принципе, віри это не было, поэтому, скажем так, Майдан, он был несподіванкой для всех, хотя все понимали, что что-то воно будет. Но в каких формах то воно будет, не знал никто. И вот именно тогда, как раз таки ростал борьбы с антифашистом, я уже не говорю про таке, если ты не дай про таке, вообще, это, национал-фашист, такий же Дебенеевец и все на свете, что... Разом. Разом все на свете, это, ну, о чем вы говорите, вишиваночка, там, прапорет, все, вы фашисти-бандеровцы, там, вы, там, ту-ту-ту-ту. Ну, то есть эта истерия, которая в 12-м году была, ну, шаленый просто, она сам и привела Ореста Лютого в информационный простран. И вот именно в 2012-м году, когда я взважився на то, чтобы оприлюдить вот это, еще третьего нашего побратима, которым я родился, вот тогда рухнуло все в моем житете, в принципе. Тогда от меня вернулася купа друзей, у меня в родине стався геополитический скандал, когда мы с дружиной его радикально, ну, скажем так, начали раздельное проживание, а потом это виливалося в подии, описанные, зрештою, в этой книжке. И сейчас это все тревает. И вся эта борьба, умовно скажу, борьба за что? Борьба за право называться вольной человеком. Возьмите, в каждом живет какая-то такая программа, которой можно дать развитие. И кому-то это нужно, кому-то это не нужно. И это не доброе, не поганое. Так есть. Кожен человек выбирает собий свой шлях. Кто-то должен выполнять работу и быть подлегным. Кто-то может позволить себе быть начальником, а уже добрым или плохим это решать вновь-таки подлегние. Кожен выбирает собий свой шлях широкий. Я от начала 2000-2000 года понял, что я с государством не хочу иметь никаких сосудов. Я идейный анархист. Я за природой и за святоустроем. Я прихильник того, что людина, ну, мова складу, вона є крайним индивидуалістом. Потім я додав до цього терміну, до анархизму, еще национал-анархизм. Потому что украинский анархизм, он мает сталые традиции, что все время в Республике Батька Махно, Холодноярская республика, разные отаманские угруппирования. И в принципе, столичный урок столичной давнины, он мает негативный контекст анархизма. Потому что сейчас мы проходим невивченный урок столичной давнины, когда действительно Украина не смогла объединяться заради того, чтобы противостоять спальному ворогу. И распалась. Поэтому сейчас я в принципе, как я говорю, держава приходит, тут написано, что там советник министра по культуре. Да, это так. Но наши отношения с паном министром полягают в таком контенте. Не я иду до державы, а держава приходит до меня и каже, товарищ Мухарский, а не могли бы вы, я говорю, могу, а что самое, ну вот організовать концерты, вы там бываете, знаете, там контакты у вас есть, вы можете пропагировать сучасную украинскую прозу, поэзию, литературу. Кажу, могу, только на безоплатной основе. Нет у вас денег, не надо. Я сам заработаю собі, поэтому таки приятный как раз вариант, не я иду там в державу, а где-то там в депутаты, я никогда не буду депутатом, хотя не зрякаетесь, конечно. Но пока что на этом этапе я это не вижу себе на жодні державной посадки. Поэтому радник, это позаштатный радник, который не получает зарплату, а дает министру порады. И одной из них он уже использовал. В первом случае сказал, пан Вячеслав, если вы хотите донести свои думки, нужно идти на телевизионные канали, транслювать их широкие аудитории, потому что телебачение – это зброя массового уражения. А газеты, интернет-сайты и так далее – это локальные такие вот штуки, которые могут охопливать и выключить целевую аудиторию. А вам нужно уражать. Через месяц он уже сделает шоу, он даже ведет на один плюс один, вечерний формат. Мы с ним бачили всего три раза с паном Кириленко, но это работа лежит в контексте, что нам не нужно видеться каждый день. Просто мы наметили себе какой-то план действий, и вот мы его вкируем. Сегодня мы в Харкове, через некоторое время будем в Запорожье, Дніпропетровске, Одессе, то есть в Схидно-Певденно-Схидном регионе. И люди, которые спрагнуть за украинскую культуру, модерную, я снова подкреслю, модерную украинскую культуру, которые хотят и интересуются новинками музычными, литературными, там, возможно, с кинематографом вообще беда. Ну, трапляются кинематографические новинки. Так что вот в таком контексте лежит наша співпрация с министром. Ну и на самом конец, что хотелось бы сказать, что я, знаете, вкушаюся тим, что живу в один час с людьми, которые действительно героями. Потому что мы живем сейчас в названии культурологических эпох, когда закончится эпоха постмодерна и постпостмодерна, которая полягает в том, что любые сенсы должны быть не те, чтобы деформированы, демотивированы, а по, скажем так, как разоглянуты из других сторон. То есть, будь-який символ, будь-який идол, будь-якая такая стала культурологичная парадигма мае розчленюватися и как-то в эроничной або саркастичной форме демотивироваться. Вот. И вот этот тотальный, скажем так, постмодерн, который, в частности, в массовом естественном появляется постоянной кавиенщине, обсмевывании всего, обстебывании всего, обмакании всего. Ну, то есть, нет ничего святого. Нет ничего. Все подлежит абсолютно, скажем так, опусканию. То есть, нет ничего святого. Вот. Вот. Деморализация, которая, до речи, проглядается очень серьезно и в европейской культурной традиции, они демотивованы, они поли, они безхарактерны, они политкоректны, они очень, очень, как говорят, наляканы тем, что сюда не зрягайте, не делайте. А то тут, тут. В Америке такая же самая ситуация. В России такая же самая ситуация. То есть, тот уровень свободы, который сейчас имеет Украина, и тот уровень возможностей для мельцев, которые имеет Украина, на мою думку, нет сейчас, ни одна страна в мире. Мы выбрали себе такую территорию, хоть там и говорят, что там мы идем в Европу, мы там европейские, но то, что у нас делается, и тот ступень, скажем так, напрямую, эмоционально, ментально, экзистенционально, он митцам даёт столько факторов развития, что я дякую Богу за то, что мы живем в такой час. И кроме того, хочу сказать, что я гордый того, что в огонь Украинской революции, а для меня это, что бы там не сказали, это хунта, понимаете, что мы все хунта, это его там хунта, ну, что делать, национал-фашисты и так далее. – Ничего не говоришь. – Ну, а что, не говоришь? – За то, что мы отвечаем адекватно, Ну, мы отвечаем адекватно, понимаете? До речи, дякую Харкову, снимаю капкепку за эту кричалочку, которая вперше, снова таки, в Харкове звучала. Вот. Правда ж, да? – Да, да. – Да. – Да, я чему гордюсь. Розумію. Вот. Тому, первыми людьми, которые кинули коктейли от Молотова на банк от 1 грудня, мы принимали активную участие у всех революционных ходителей. У 2009-му році зародилось таке мистецкое творче угрупование союзвольных художников воля або смерть, у кого это також было причинно. Ви постійно прогнозували, скажем так, готували, збурювали, готували грунт для революции. И первыми митцями, которые кинули дейсно коктейли Молотова, это были Олексей Шемотюк, архитектор, дизайнер, и Геннадий Титов, скульптор. Після побития студентов, они пришли на банков для того, чтобы кинули эти коктейли реально в биргутню, какая была дитей. Но там ситуация была, развивалась в таком способе, что стояла шеренга ВВ-шников, простых молодых хлопцев, это было 18-20 лет. Теперь Кутня ховалась там позаду, значит, за их спинами біля адміністрации президента. И они вот, мы пришли, скажем, он ворог оттаму, конкретно, оттаму он стоит. Не отцены, понимаете, чим он ризняется, в Европе побили машины, попалили Купру, там всего. А у нас навіть вуличные дейцы, они толерантные. Я сам был святком на улице Институтской, 18 числа, а когда стоит Порше Каен, шикарный, новенький, там стоит Беркок, а тут стоит правый сектор. И они через Порше Каен перекидываются блокивкой, коктейлями молотова, чтобы не поршкодить особистое майно, понимаете, людей. Потому что, я скажу дейсно, момент відповідальности, момент, это не был стихийный, страшный бунт, где все трошится. Единственное, что на Грушевского висадили в окна, там, где барикади, там где на Грушевского, основное протистояние шло. А на Майдане ж ничего не зруйнувало, ничего, все, целесеньки, все нормально. Я вот и говорю про то, что эту революцию запалили митцы. Они ее готовили, и это была революция в многих контекстах. Это была, безумовно, антижлобская революция. Потому что, этот момент культурологический, когда кругом насадживается шансон попса, когда это криминальная эстетика, сериалы «На глаз и на зоне», ВДВ атакуют, братушки там атакуют. Вот эта вся криминальная российская шансонная эстетика навязывалась. Это вызывало огурение. Ну и, по-друге, что сказать детям, маленьким своим, когда учись, читай, думай, дивись красивое кино, когда президент твоей страны дважды судьбой гопник, понимаете? Ну что ты им скажешь? Они подивляться на это и скажут, папа, а зачем мне это? Я буду шатки воровать, а стану президентом. Понимаете? То есть была головная моральная история. Люди, которые имеют дотичность, читали Джека Лондона, я не знаю, Виктора Гюго, Толстого, Достоевского, это все. Они потеряли под грунт. Абсолютно. Потому что эти законы, за которыми живет классическая литература, за которыми живет людство, что добро перемагает, они были перекреслены одним этим движением. Все это демотивировало и деморализировало. Тому жить в такой стране, где президент опник просто было моральным ну злочином. злочином. Потому что, так, это была не моя страна. Вот там вот та страна, которая была, это была не моя страна. И жить в ней было боляче, потому что каждое, скажем так, связи с реальностью телевизионной или оно причиняло. А теперь, заканчивая, значит, свой такой невеличкий или маленький, скажу, что я счастливый через то, что у меня появилась моя страна. Я дихаю этим поветрям, я смотрю на эти будинки, я смотрю на этих людей, я понимаю, что это моя страна. И главное, что страна прокинулась. Ведутся беседы, каждый пытается идентифицировать, кто он, звидкий, как належит, до чего представить, это прекрасно, потому что люди, нарешті, сонного, ленивого, споживанского стану, хотя кому-то все понравилось, пропинулись и перебывают сейчас на перманентном стане, скажем так, пробуждения. Вот. Десь в мискотак, что я хотел сказать, потому что мы... Антон, хотелось бы спросить, как, на мой взгляд, Овест-Лютый оценивает всевозможные российские фейки, которые сейчас активно в течение года уже появляются, распятые мальчики, пожеванные снигери, возможно, будет этому присвячивать какое-то отдельное... есть, вы знаете, я просто... есть песня, называется «Брехня из-за боязчика» на мотив травы дома. Я один комплект прочитаю «Брехня». А, до речи, третий альбом Ореста-Лютого будет называться «Украинизация российская» или «Российская» «Украинизация». А уже написано близко 7-8 писем, и они будут такие экспортные варианты для тех, кто живет в России и поддерживает и понимает, что оказался, скажем так, в западне путинского режима. Таких людей достаточно много. Пусть там показывает 85%, это нормальный процент даже для цивилизованной страны. Мы изучали тему соотношения людей мыслящих и людей, которые, извините, ужиться слово, грубое, наверное, которые составляют биомассу, то есть людей, которые не способны к критическому мышлению. Вот 85% на 15% это обычное, даже во Франции подобный процент. Даже во Франции и каких-то иных культурных странах подобный процент разделения на людей, которые способны к анализу, которые способны к дискуссии, которые способны к воспринятию не того, что вкладывается просто, а с фильтрацией, выставлению неких мембран, выставлению неких... Вот. Поэтому это нормальный процесс и для этих 15% мы будем делать следующий альбом, который называется «Русская укранизация». Теперь небольшой фрагмент. Брехня из зомбоящика, брехня из зомбоящика, брехня из зомбоящика, слышна фашисты и бандерцы, укропы и зуверовцы, и мальчика распятого слова. «Прощай, родная матушка, прости, Ростов, мой батюшка, в двухсотый превращаюсь плавно груз. Будь проклята, пиндосия, живет хай, Новороссия, погиб я за святую нашу Русь». И препят. «И снятся вам то толпы гамосеков, над Ваджингтоном снится алы стяг, бандера снится ярошь правосеки, и мальчики распятые в глазах». «Ну да, там дальше историю куплю». «И в хунту верим запросто, в Европу с пидарасами, мы не пойдем в свои…» «У меня там дальше мать океан». «У вас досить милитарный вигляд. Чи спілкуетесь ви з військовими, и как вы вважаете, че станет война фактом культурного развития в Украине? «З в войсковыми спілкуемся, мы бываем на полегонах, на перерывах, в військовых частях госпиталях. И вчера, позавчора закончился книжковый арсенал, и у нас в последний день приехали наши хлопцы безпосередньо, и у нас есть, я имею в виду, Украинский культурный фронт, это такая мистецкая платформа, которая работает с сенсом в революционном, военном и так далее. Мы передали кучу целых постеров, плакатов, книжок на боевые позиции, пески, потому что они приехали адресно до нас, потому что хлопцы хотят увидеть себя на боевых позициях, где они розквартированы. Мотиваторы. Да, мотиваторы таки, потому что часто говорят, почему ты так размалювали? Потому что в принципе это, что размалювали, это тоже мотиватором, если ты уже нанесли символ, то оно компонирует твою энергию, позволяет тебе концентроваться. Стан концентрации внимания на чем-то, оно причиняет то, что ты стоишь демиургом. Я не для себя маю на увазе, а просто реакция, которая приводит до того, что твоя концентрация на объектах призводит в принципе до подальших перемог. Тобто, если ты розчинен в просторе и подвладываешь различные впливы, то тебе тяжело сориентовать и держать свой шлях. Поэтому литература, мистерство, которое мы производим, это действительно концентрации концентрации форм, которые приводят к тому, что человек как-то держит, позволяет вернуться к самозаспокоению и концентрации. А милитарное, оно удобно. Война вплине на развитие культуры украинской? Война уже впливает на это, потому что, если взять количество литературы, которая присвящена, не только публицистической, а уже и художная литература, а художная литература гарно-якесная, безусловно может служить сценарной основой для создания фильмов. А она уже в досить великой кількости. Это знаковая подъя, книжковый арсенал. Там можно оценить, насколько война и революция впливает на асортиментный ряд книжок, которые выдаются. Десь третина книжок, новинок, которые представлены, так или иначе изображают состояние общества. Это публицистическая литература, публицистическая литература, но уже появляются моменты художественной автобиографической прозы, которая обработает сенс украинской неогерогики. Я, когда говорил про пост господем, сказал, что мы живем в таком прикордонном состоянии. Сейчас мы находимся в новом мистическом парадигме. Новая неогерогика украинская. Сейчас народятся новые мифы. Для того, чтобы они усталились, еще 2-3 лет. Мы увидим создание новой литературной и кинематографии. В телевизионном просторе идут новые форматы. Но сейчас эта перебудовка влияет на индивидуальное и индивидуальное и индивидуальное и индивидуальное но, безусловно, через два года мы увидим, как она влияет на массовое мистическое. Я уверен, что появятся новые фильмы, новые телевизионные программы, и появится целая низка литературных творений, мистических творений, которые присвящены переросмисленному времени, а значит, война впливает революционную мистическую 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 На ваш взгляд, в государственном просторе культурном украинском заискавлена государство в том, что что-то таки случилось. Что-то сделаешь или это не а государство. Госудинский государство это я же сказал, я это я анархист, потому у меня государство особистые государство Держава очень кволый, очень закомплексованный в себе, потому что государственный службовец обмежен купе каких-то условий. Дуже неповредкий, консервативный и ретрохранный механизм. И когда мы получили какие-то диспути, как государство должно проводиться с культурными действиями, то для себя я работал в следующий механизм. Ставьте богу богу кесарю кесарями. Держава, как в виде Министерства культуры, которая имеет определенный бюджет, она, безусловно, должна обеспечиться государственными мистецкими установками. Как-то академические театры, театры муниципальные, библиотеки, народные хоры, самодеятельность и так далее. Это выделяется бюджет. А для митцов, которые работают в сучасной, не належно до государственных службовцев, нужно принимать один единственный закон. Закон про меценатство. Единый закон, который сразу введет культуру и все на другой уровень. Когда бизнесмен, имея условно гроши, понимает, что если он открыет свою галерею или вкладывает эти деньги в фильм, то эти деньги не поподатковаются. Как это сделали в России в 90-е годы? Они приняли такой закон и сразу их кинематограф вошел на новый качественный уровень. Сразу появились новые фильмы, новые сериалы. И сразу люди, которые формуют, скажем так, кинематографическую тусовку, получив деньги, закупили технику и вывели свой продукт из пострадянского жаху в начале 90-х. И это произошло буквально за 2-3 года, когда было принято закон про меценатство. У меня есть миллион долларов, я могу заплатить 35-40%. Я лучше этот миллион вкладываю в мистерство. Безусловно. Будут какие-то карты. Будут какие-то... Будет это. Не будет. Не будет. Хорошо. В Харькове не будет. В Киеве будет. Потому что это закон життя, понимаете? Но это закон життя. Но его нужно просто впровадить, понимая, что будут какие-то вады в этом законе. Но мистерам нужно просто налагодить коммуникацию с бизнесом. Потому что завжди, когда эта коммуникация есть, любое общество выбирает того, что меценат для того, чтобы получать славу медмирущую, он берет свой патронат в лицах, финансирует их, позволяет им жить в своих имениях, малювать, писать, снимать кино. И все это стоит на буте страны. Хотя сделано за приватные деньги. Понимаете? За царя не было никакого Министерства культуры. А в лицах было. Министерство было. И сейчас так. Поэтому Министерство культуры – это атавизм радянской эпохи. Безумовно. Но поскольку мы живем в постсадянский период, и есть еще много людей, которые зависит от своих, ни что так не распространяется, как выплачивала вчасно маленькая зарплатная. И вот тот народный артист, который в театре получает 2,5 тысячи гривен, народный, муниципальный артист, если к нему прийдет режиссер и скажет, что мы тут будем эксперименты ставить, он загрязет того режиссера за свои 2,5 тысячи гривен. И с ним ничего не поработать. Ничего. А что, выкинути на улицу? Чи поставить на нему крест? Чи дать бесплатный билет на похорон на Верковицком кладбище? Нет. Не получится. Потому что это живая человек. Она привыкла так вот жить. И она будет так жить. Поэтому нужно понимать реальные дня. Есть Министерство. Забезпечуйте так тихоценько, что оно все работает. Спасибо. Еще один вопрос. И будем заказчивать, что у нас в следующем. Да. Должен еще вопрос. Только более серьезно. Не секрет, что в Карьере сейчас сложная террористическая обстановка, особенно на патриотических акциях. Вы как-то специально договаривались об охранничестве в концерте? Не было ли опасений сегодня? Ну, как нам сказали организаторы концерту, сьогодні будет организована сила добровольчик батальона охороны. Будет, не знаю, какой-то контроль, металошукач. И, возможно, варто было в шаре пошукатых. А на сцене такого же заклада не фугасен. Жартую. Але то и вон. Так. То есть опасений не было? Опасений есть всегда. Ведь, как говорил великий Булгаков, дело не в том, что человек смертен. Дело в том, что он внезапно смертен. Ну, это мысль, с которой надо, если ты уже ввязался в эту историю, надо приучиться и как-то пытаться уживаться. Всякое может случиться. Интересно, как будет проходить фейс-контроль. То есть смотрится вот Бандерами, значит, проходишь. Бандера, значит... А как отличить Бандеру? Ну, вот как-то же есть фейс-контроль. То есть как-то... А вот этим есть видомый антрополог. Вот он на процентке расскажет, чими дразняются, да, мужская, ветка цапаха, холок малороса и так далее. Это все будет. Такая антропологичная история. У вас еще в Италии тоже. Ирина Красилева, Харьковский президентный инфоцентр. Расскажите, пожалуйста, в каких городах вы были со своей программой, концертами в зоне АТО, я имею в виду? И с какими впечатлениями уехали из этих городов? Общались ли с местными населениями? Первый концерт, который мы дали в зоне АТО, помню, как сейчас, звонит, тогда еще по тем временам, Дмитрий Булатов, министр молодежи и спорту, и говорит, мы тут классно проводим время, супер база АТО, Дуна. Приезжай. А это как раз, первое Порошенковское перемирие, когда Гиркин засел в Славянске и стреляет, лупит, а бойцам дано задание. И первый наш концерт, куда мы прилетели, это был город Харьков. Потому что именно из Харькова идет дорога в Изюм, а в Изюм идет дорога в Славянск. Совершенно верно. 22 июня, прекрасная дата совпала, мы прилетаем, и нас встречает на тот момент, в низких руках, болото. Да? У вас? А? Убернатор. 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 И встречает словами, о, приземлились, слава Богу. А то нам пришла информация, а то нашли три группы с ПЗРК. Вчера сбили вертолет, ну слава Богу, что вы приземлились. Так, ну садитесь, хорошо. Вот вам бронежилеты, поехали. А зачем бронежилеты? Ну атакует. И мы едем, остановиться можно? В туалет сходить? Да, в туалет. Страшно? Ну как? Чуть-чуть, да. В общем, мы переехали в Изюм. Все, тут едем, как положено, то есть там, дорога тут какая-то. Вот тут, говорит, фугас, подорвали все. А тут Порошенко, там отель 7 ветров, там все сидели, вот это, наверное, круче, красиво, значит, отель, и все. Говорит, шторки вы не открывайте, потому что у них в винтовке выхлоп, они же на полтора километра бьют, так что вы за шторками тут походите, ну и, значит, и инструктаж, если мы спускаем, а там дальше зона АТО. Вот, говорит, мы спускаемся в зону АТО, выключите все мобильные телефоны, потому что наводка идет. Три телефона, они могут накрыть сразу мины сверху. Хорошо, выключаем. И запомните, мы пройдем сейчас с вами там, порядка семи блокпостов, если вдруг начинается стрельба, я кричу, воздух, вы выпрыгиваете из машины и бегом в блиндажи. Если блиндажей нет, я кричу, воздух там рассыпну, и, значит, залегаете там. Ну, первый раз, столкновение с реальностью. Вот. Ну и мы приехали, собственно, по Славянск, вот, где эта база и концерт в поле. А чего в поле? Он говорит, понимаешь, в поле, у них тут все пристрелено. Вот. И они, значит, лупают, если что, так накроют. Для них же подарок 400-500 бойцов в поле. Это же красота. Одной виной можно вообще всех положить. Вот. И камазы стоят в поле так вот. Между ними дырочки, так встали в дырочки. Говорят, в дырочки не стойте, потому что здесь простреливается из той посадки. Ну и вот такие концерты, такие ощущения незабываемые. Потом мы приехали в Харьков и трошки выплыли. После всего этого. Но это была такая вот. А, и мы как раз уезжали, и начинается бомбежка, понимаете, там третий блокпост стоял под Славянском, черный дым, и вот это фигачит. И самое страшное, что как раз на ротацию вот те хлопцы, которые сидели, вот на концерте, они сразу после концерта они сели там на БТР и поехали на ротацию. И тут же возвращаются экипажи с этих вот позиций. Приезжает, значит, машина, два раненых бойца и грузят, и они уезжают на Изюм и дальше на Харьков эвакуируют. И вот такое ощущение, вот знаете, что мы стоим, а нам стрелять не дают. По нам лупят, а нам стрелять не дают. Ну вот такие вот самые-самые яркие впечатления, они связаны вот именно с Харьковом, вот этой вот поездки, когда мы впервые там побывали. Вот. А потом уже привыкли, да, к гройни жильей там. Ну, понимаете, потом это всё к этому привыклить невозможно. Понимаете? То есть это момент. Но уже не так страшно. Страшно всё равно у каждого. Ну, как бы есть, но есть... Ну да, привыкание присутствует. Конечно. Всё. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Во сколько? Где? В 7 часов и на концертном зале Украины. Мы всем приглашаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.